МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новость Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Центральному рынку Анапы меняться придется. Некапитальные торговые точки растут, как грибы. Проверка на законность обязательно. Вальс и море зовут нас на праздник жизни. Какая душа не откликнется. Начать с малого. Оформить в едином стиле прилавки с кубанской продукцией, схемы и вывески на входах. В субботу на Центральном рынке побывала комиссия, чтобы коллегиально решить, как современно, красиво и удобно для посетителей расположить и оформить торговые площади. Суббота вечер, а посетителей на Центральном рынке хоть отбавляй. Торговля идет бойко каждый день. И вроде бы все привычно. Выцветшие вывески, узкие проходы, заставленные прилавками, соседство совсем уж неродственных товаров. Не таким должен быть центральный рынок курорта. И руководитель молодой, ему и работать, модернизировать и внедрять современное. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая возглавила работу комиссии. Осмотрели овощные и фруктовые прилавки, единогласно решив, что кубанская продукция теряется на общем фоне. Местное изобилие надо подавать в более выгодном свете, под специальными вывесками. Разработку дизайна возьмет на себя управление архитектурой. Витрины, холодильные камеры – не просто требование времени. Это закон для предпринимателей. Как выяснилось, нет не только холодильника. Документы представить продавец тоже не смогла. К цивилизованному облику центральный рынок все-таки придет. Светлана Яровая поручила управлению архитектурой разработать эскизы для торговых палаток. Сегодня они больше похожи на склады с наскоро сбитыми прилавками и старыми навесами. Все, что не потребует больших затрат, руководитель рынка гарантировал сделать в течение двух недель. В Анапе и сельских округах установлены сотни некапитальных торговых точек, но далеко не всегда размещены законы. Специалисты управления муниципального контроля выявляют незаконно установленные некапитальные конструкции на муниципальной территории. Жители и гости курорта могут сами активно участвовать в выявлении незаконных торговых точек. В обход всех норм и правил коммерсанты размещали мелкорозничные точки вне закона, не участвовали в торгах на общих основаниях, самовольно подключали киоски к городским электросетям, оплатили за украденные киловатты анапчане. Нередко небольшие ларьки-киоски появляются за ночь. Жители и гости Анапы могут принять активное участие в освобождении муниципальной территории от незаконных конструкций. О каждой подозрительной, на ваш взгляд, некапитальной конструкции вы можете сообщить по адресу улица Промышленная, дом 9, кабинет 206 или по телефону 586-96. Специалисты Управления муниципального контроля выйдут по указанным вами адресу, проверят законность установки данной конструкции. При отсутствии разрешительной документации будет составлен протокол об административных правонарушениях и соберется и подготовится материал для направления на межведомственную комиссию. После решения межведомственной комиссии опубликовываются в СМИ на незаконном объекте расклеивается предупреждение с указанием сроков вывоза этого объекта с территории муниципального образования. Если в установленный срок собственники сами не разберут торговую точку, то объект демонтирует администрация. Некапитальная конструкция будет вывезена на специальную стоянку для хранения. Объект хранится 6 месяцев. Если собственник в течение полугода не заберет конструкцию, она будет утилизована. По решению межведомственной комиссии муниципальным контролем в 2014 и 2015 годах демонтировано 73 незаконно установленных ларьков, павильонов и киосков. Анапа в ожидании главного летнего праздника – открытие курортного сезона. Подготовка к событию вышла на финишную прямую. Первый заместитель главы Анапы провела оргкомитет, посвященный торжественному открытию курортного сезона. Рабочих моментов много и мелочей среди них нет. Участники оргкомитета обсудили вопрос движения общественного транспорта. 13 июня в связи с проведением праздничных мероприятий будут перекрыты улицы Крымская и Ленина. Автобусы пойдут по Самбурово и Шевченко, а также по Черноморской и Ивана Голубца. Праздничное оформление городских улиц должно быть завершено к 10 июня. Поставила задачу управлению ЖКХ Светлана Яровая. Коротко о праздничной программе рассказала начальник управления культуры. Приезжает Игорь Николаев и Юлия Парсидорькова. Приезжают коллективы филархоний, а также цветов шоу-парет «Лескиш», «Кубанская казачья горница». И коллективы из Крыма, шоу «Великамы» и «Живые статуи». И коллективы двойного танца из Крымова. По традиции, вечернюю программу, запланированную на Театральной площади, будут транслировать в прямом эфире на канале РЕН-ТВ. Курортный город и вальс со времен стародавних и до наших дней олицетворяет собой праздник. Возвращенная традиция на Городской площади в праздники вальса. Во все времена на набережной Анапы звучали оркестры и танцевали пары. Все танцевальные коллективы города объединят этот праздник. А вальс словно способ пригласить наших гостей города к началу курортного сезона. Он дает такой праздничный посыл, когда не удержаться от соблазна, обнять партнера в паре и придаться наслаждению танцам. Желанию получить самые яркие эмоции на отдыхе и увести из Анапы самые незабываемые впечатления. Идет репетиция этого прекрасного события. Она уже сегодня собрала сотни любопытных и восторженных глаз. В административной площади идет подготовка к открытию сезона и к празднику вальса, который пройдет 13-го числа в 20.00. Прекрасно, что вальс дарит желание всем его участникам выразить свое душевное состояние. Танцоры клуба «Эриданс» искренне гордятся возможностью дарить радость людям, участвуя в большом общегородском мероприятии. В первую очередь это реабилитация, то есть это инклюзив, это вход в здоровое общество. То есть у нас уже комплексы все пропадают. Мы забываем, что вот мы на колясках, а что вот мы не такие, как другие. Я считаю, что для нас это стимул жизни, чтобы мы не унывали, не вешали нос, а знали, что несмотря на то, что мы в колясках, мы такие же, как все и способны. На береги дела! Многие люди потом говорят, а мы не замечаем, что вы в колясках. Понимаете, мы просто себя ведем так, как нормальный, мы не зацикливаемся на своих болезнях. Во-первых, это все-таки улыбка на лице. Улыбка на лице общения с противоположным полом, с танцевальными партнерами. Всегда находишь общий язык. Просто хорошо проводишь время. Очень здорово и хорошо. Для души. Вероятно, мы сейчас присутствуем на рождении прекрасной курортной традиции. Вернее, на ее возрождении. Мы создали клуб на базе спортивного бального танца клуба «Альянс». Танц на колясках, который называется «Эриданс». Мы занимаемся с февраля месяца. Очень ждем новых танцоров в наш клуб. Выступали на официальных соревнованиях, но с показательными выступлениями. Кубок «Южный ветер». Ребята очень боевые, с хорошим настроем. И мы готовы дальше продолжать работать в этом же направлении. Открытие курортного сезона будет удивлять, радовать, вдохновлять. На отдых, в котором всегда есть место к красивому развлечению. Вальс тому порукой. 6 июня в Центральной библиотеке отметили день рождения великого русского поэта. Александр Сергеевич Пушкин. Имя, которое с ранних лет открывает для нас мир сказочной поэтической красоты. Каким поэт был человеком. Тема, не приходящая во все времена. Там царь Кощей над зла, там чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. Трудно найти человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта. В день рождения Пушкина литературные объединения, люди, которые занимаются историей пушкинского творчества, поэты и школьники собрались не просто на день рождения гениального поэта. Они старались как можно больше узнать о нем. Наталья Минаева записалась в библиотеку всего год назад. Теперь ходит на все мероприятия и часто берет почитать сказки. Признается, Пушкин один из любимых авторов. Память развивают. Много интересного узнаю о персонажах, о героях, о писателе, который написал эти сказки, истории. В этот день во всех библиотеках города прошли творческие вечера, где каждый желающий мог найти развлечение по своему вкусу. Участие в сценках, чтение стихов и обсуждение биографии поэта. Пушкин и через века объединяет и окрыляет. 3 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В рамках профилактического мероприятия «Курорт-2015» сотрудники ГИБДД совместно с отдельным взводом ДПС на территории Анапы провели операцию «ЖД-переезд». В ходе профилактических мероприятий «ЖД-переезд» сотрудники ГИБДД проверяли и обеспечивали безопасное движение на железнодорожных переездах. На территории города-курорта Анапа находятся 8 железнодорожных переездов. В мае проведена проверка состояния железнодорожных переездов с представителями ПЧ-23, стратегической дистанции пути, которые отвечают за железнодорожные переезды. По выявленным нарушениям составлено 6 административных протоколов на должностных лиц, ответственных за содержание железнодорожных переездов. Выданы предписания на устранение выявленных недостатков. На данный момент они устранены уже. Главной причиной совершения транспортных происшествий на железнодорожных переездах является нарушение водителями правил дорожного движения, а именно игнорирование запрещающих сигналов светофора и требования соответствующих дорожных знаков. Согласно статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил движения через железнодорожные пути влечет наказание в виде наложения административного штрафа либо лишения права управления транспортным средством сроком от 3 месяцев до 1 года. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Во вторник, 9 июня, в Анапе малооблачно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью до 19 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.